Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. В августе у меня родился сын, старшему было 1 из 7 месяцев. У нас папа пианист и всегда играет дома по вечерам, есть мелодии, которые очень часто играл. В июне он уехал на заработки, не было полгода. За это время мне помогать приезжали брат, жену и племянникам того же возраста. С ними мой сын не срушился, ребенок был агрессивный, отбирали у сына игрушки, бил старапасов. Я с младенцем после операции не всегда могла улететь. Также он был еще на ГВ, я планировала продолжить после родов, но молока не хватало старшему и пришлось свернуть. Тоже было очень сложно. Начал кусаться, перестал играть детьми в парке, если кто-то задевал их леча, либо пытался забраться на что-то с рук, он кидался на землю и плакал. До этого очень любил играть детьми, сам подходил, садился. Приехал у нас с папой, начал играть на пианино, сын, подслушив недолго, плакал на взрыв, на взрыв, наверное. Плачет с ним другой, воет, говорит, болит. Это приказы знакомой мелодии. Плачет, обнимает, слушает. Отъезд с папой переживал болезненным. Ну, в первую очередь, я бы сказал, что, наверное, ребенку не хватает внимания. Это первое. То есть у вас, как бы, запрос, наверное, в том, что делать, да, как помочь ребенку. В этом возрасте ребенок, на самом деле, как вы мне сказали, реагирует на, собственно, поведение, реакцию родителей. И если ваш ребенок вот так себя ведет, то здесь, скорее всего, дело в том, что он оптаживает вам ваше состояние. Да, то есть это вот некую тревожность, некую измотанность, некую тяжесть от того, как вы себя в целом чувствуете. Вот. И, соответственно, вам в первую очередь нужно поработать над тем, как мне кажется, чтобы быть более спокойной, не такой измотанной, не такой уставшей. Вам в первую очередь нужно здесь научиться заботиться о себе, конечно же. Вот. Вам в первую очередь нужно научиться как бы отдыхать. Вам в первую очередь нужно, наверное, более, так сказать, осознанно себя вести. То есть сейчас получается так, что у вас один ребенок, потом у вас второй ребенок. То есть это все... есть ощущение, что вам это все, ну, достаточно тяжело. Есть ощущение, что вам это все достаточно трудно. И это, как мне кажется, нормально. То есть абсолютно нормально, что вам тяжело, абсолютно нормально, что вам трудно. Тут как бы никаких... вопросов нет. Но важно, чтобы вы увидели, что это ваш собственный выбор. Важно, чтобы вы увидели, что это вы помещаете себя раз за разом в такие ситуации. Что это вы не заботитесь о себе, и вы игнорируете что-то, что-то связанное с вами, что-то связанное с вашей реакцией, что-то связанное с вашими потребностями, что-то связанное с вашей моделью поведения и так далее. Проявляется это в частности в том, что вы говорите «у нас папа». Вам-то он не папа, вам-то он муж, а вы как бы воспринимаете его как отца. Вы говорите о нём так. И хотя это фигура речи, но это довольно тревожный знак о том, что вы как-то себя вот вообще не отделяете от, скажем так, ну тех, кто вас окружает, от своих близких людей. Поэтому лично вам, ну и начинаю думать о себе, и заботится о себе. И тогда вы обретёте спокойствие, и ваш ребёнок также обретёт спокойствие. Отдельным пунктом идут взаимоотношения с мужем, вот. Отдельным пунктом идут взаимоотношения с детьми, то есть как вы относитесь к вашим отношениям и так далее. На мой взгляд, ребёнок чувствует себя вот в целом, ну, покинутым. Вот. Ребёнок чувствует себя одиноким, ребёнок чувствует постоянную угрозу. Это я говорю не с целью вас обвинить. Это я говорю с целью показать то, как обстоят дела. Прямо здесь и сейчас. И начинать нужно с себя. Начинать нужно с себя. Вот. То есть, по факту вы позволяли ребёнку, который вот довольно агрессивно себя вёл, я так понял, находиться с вашим ребёнком. То есть вы его нельзя, вы не защищали его. Да, вы говорите, что вы не успевали за всем углядеть. Но вам и не нужно было глядеть. Эта задача его родителей не ваша. То есть ребёнок не хватает ощущения защищённости. По факту. На данный момент. Как-то так. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Сформулируйте свой запрос. Возможно, вам будет легче сделать в качестве обратной связи на ответ кого-то из нас. Но вам необходима психотерапия. То есть работа с психологом. Всего вам самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok